Вячеславец и грешил Господь. Прости и не греши. Помилуй и благослови. Богу слава за все. Перед тобой, мам, перед ней положи молоток и повторяю, как маленькая собачонка. Нельзя. Фу! Чтобы она засмеялась. Шарика можно учить. Как Сергей учит, у нас другая в то время была учеба. Он отдельно, если с них ошейники снять, в комнате оставить, чтобы она не ела что-то поставить, тебе это не сделать. Она любила у меня жареную рыбу и сметану собаку. Я оставляю. Сказал, не дрогать. В команду дал. А сам ушел. Через два часа приду и лежит рядом, не прикоснется. А если кто-то чужой что-то там бросает, там колбасу, она без всяких предупреждений бросается. Это враг. Это любой мудай. Сидеть, лежать, это пол первого класса только. Отшлифовать можно. А человек, это створение высшее. И вот точно так же. Шаг вперед, вернутся. Налево, направо. Берут в армию как. Вот недавно, 95 лет, одна артистка, балерина. В Англии умерла. Биографию полностью. Я газетку взял и вижу, написано. У нее даже личной семьи не было. И мать отдала ее в школу пятилетнюю. И она всю жизнь танцевала только. Ничего нигде не создала. Да, жала в достатке. Она больше ничего не умела делать. Класс ее имени был назван. Теперь дальше. А возьмите вам подобное. Умел только бороться, здоровый, крепкий. В Америке был, деньги заработал где-то. А ему деньги в банк положили так, что он может их получить только спустя 30 лет. Он уезжает по всей деньге. Остались по сегодняшний день там лежать. Ну а обманули. Потому что сила есть, ума не надо. Надо все время размышлять. У меня толку тоже нету в этой технике. Телефон, говорят, заряжать нужно тогда, когда полностью разрядится. Иначе он портится. Ну а разрядится как я буду? Ну, ваше дело. Я послушался. Я говорю, ну хоть там полоски какие-то сколько-то. Но вот одна когда остается, и тоже уже так мелькает. Я встал сегодня и посмотрел, одна полоска. Зарядить. Не зарядить. Если зарядить, это по-моему. Не зарядить, это меня так научили. Если я не делаю, как они говорят, я упрямюсь. Если делаю, как они говорят, я глупый, дура, дурной. Столько вышли туда, звонят, я вижу, он погас. Я времени не могу узнать. Я без времени. Шофера, он не работает, мне надо записаться с какие-то сколько-то копировал, чтобы не платить за это. Ну, когда говорю, бросить этим заниматься, положи. Не смотрю, схватила. Я думаю, как? Мне надо, знаете, звонят с другого места. Ответить не могу, я говорю. Мне нужно хоть маленькую сохранить там. Но не могу. И думаю, Никита приедет, я ему дам телефон, расскажу, где заправка. И он заправит. И пусть два часа там надо. Через два часа снимет и попрошу привезти. А дорога, он как ехал, дорогу всю сделал, как вот терка какая идет. Он разрезал всю дорогу на счастье. У него гусеницы. 17 тонн. И на велосипеде невозможно ехать, как вот стиральная доска поперек, и тебя подбрасывает. Но потом будут ездить дожди и разомнут. Но он туда и сюда ездит каждый день. Два раза. Я все это прикидывал, как сделать. Самому поехать? Я на себе велосипед тащу. Я не могу ехать по этой трассе. Я все хожу и думаю. Зарядить надо. Тут позвонили. Я говорю, позвоните в 9. В 9 только приезжаем мы. Опять сказал, надо было полдесятого. Ну как сделать-то? Как мне зарядить-то его? Молиться нашел. Попал в такой тупик, называется Игрук. Он едет. Раз трактор замер посередине дамбы. Как-то его молния ударила. Я не подхожу, чтоб только не-не-не-не. Я ему сказал, вот это вчера ты сколько сделал, так поднял. И теперь на нет выведен к тому месту через двести метров. И на ту место, откуда пошла, тоже на двести. Она будет тогда ровная где-то. А здесь почти на полтора, больше метра подъем где-то. Ну он знает. А где же он лепит уже на этот, который маяк, он на нее еще полметра добавил. Сказать, не сказать. Сказать, лезу, не сказать, не пойму. Я ему и говорю, дальше-то нельзя, выше-то нет. Он говорит, я это раздвину. Дело оказалось, что выше-то нельзя делать дамбу, пока не сделаешь ее шире. У нее, естественно, вот эта трасса будет. А внизу основание вот какое будет. Вот ширина какая-то. Потому что она скатывается так и так. Чтобы так мне скатывалось, я должен поднять ее выше, теперь разровнять ее, чтобы она разъехалась. Я ему подумал, везет, везет, а медленно вот так вот, с такой вот скоростью идет. Вот так вот бульдозер идет. Тащит. Я думаю, сейчас он раз, другой, а он давет рядом в отвал. В отвал она расширяется. Теперь он сверху может давить, а она до этого дойдет. Он соображает. Это не просто так. Я думал, как заведеть? Очень просто. Чик. Сломалась. Я там не нужен. Я ухожу совсем. Я говорю, так скоро ли отремонтироваться? Я записал только во сколько. Сломался он и пошел. Вот два раза по пятнадцать минут я все пишу. Вчера две грозы было. Заправка обошлась в час сорок. Ее не было вон стоянка. Я все пишу. Я обязан писать. И точно выдать количество часов. Вчера только одиннадцать часов. А до этого было четырнадцать с половиной. И больше четырнадцати. И думал, как мне зарядить? Пожалуйста, езжай, заряжай. Как у Бога просто. Щелчок. Все заглохло. Ты не нужен. И заряжай. А я варианты разные решал. Потом думаю, господи, я совсем запутан. Как мне быть-то? Как? Людям отвечать не могу. Время записать, когда он останавливается. Не могу. Нету. Не работает. Все. Открылась. У меня зарядка стоит. Сейчас подзарядка. И когда Богу доверяешься, настолько же все просто. Еду дорогой. И кто хорошо разбирается? А он в городе. К Терентию. В Терентию выходишь. Шапку сразу снял. Вот такой вот выше меня. Уважительный. Кто разбирается? Да я сейчас поеду на машине. Прям сразу же. Я не просил даже его. Я говорю, ты возьми Романа. Он разбирается. А еще кого послать? Ну, никого больше и нету. Чтобы в тракторах-то разбирался. Если у него трактора-то нет, он только в своей машинешке. Я пока еще... Они уже уехали. А я там взял лопату, воткнул, пизжак повесил. И там палатка. А вот время дождь идет. Позвонил Володе, чтобы забрали мою. Там караулить некого. Если погода сейчас... Ну, видно будет еще. То можно нам сходить. Я нашел сегодня ягоды, клубнику. Нынче такой не видел клубники. Настоящая. Трава высокая. Не такая высокая, вот такая вот. Вдоль лога по логу идет. Мы раньше послили, тут я знаю где. Я наелся и тартарицу угостил даже. Если наладится, пойдете? Да. Резиновые сапожки надеть. Ведерки взять. И наедитесь засыпы. До конца я не ходил где-то. Но пешком идти. Спаси Христос. Повара мы крыла. Дети, дети, дети. Принесите сейчас все свои параметры. Все, уходим. Субтитры сделал DimaTorzok